Спонсор программы «Время новостей» Сочи – многопрофильная клиника «Зельцер Мед». Новая клиника и опытные врачи, которые помогут сберечь ваше здоровье. Новая клиника и опытные врачи, которые помогут сберечь ваше здоровье. В Сочи с 11 по 13 сентября. Развитие Юга – главный приоритет и у государственной компании «Автодор». Я городской дорожник и понимаю, как это сложно. Но в Сочи эти десятки тысяч раз сложнее, чем где бы то ни было. Выбирать по 2-3 метода для того, чтобы заходить туда. Но задача – сделать тоннель. Первое, что нужно сделать – это ход, конечно, Адлера. Правительство Российской Федерации поддерживает. У нас на сегодняшний день самое главное направление – это на юге. Новая трасса сократит время в пути от Джуки до Адлера с 7 до 1,5 часов. Городская администрация также обращает особое внимание на развитие дорог Буорта. Мы прекрасно понимаем, что люди прилетают в аэропорт. И сейчас крайне сложно добраться, допустим, от Адлера или с территории Сириуса, с Красной Поляны до Центрального Сочи. И прекрасно все мы понимаем, насколько сейчас сложно. Вот сегодня я тоже ехал, выехал 8 часов, что при 10 часах на машине порядка 2 километров, 2 часов добирался. То есть мы понимаем, что эта пробка от Центрального Сочи, начиная с Ду Адлера, она с Ду Адлера. Эта дорога, парку Ду Адлера, нам даст такой достаточно серьезный прорыв. Проблемы сочинцев и туристов знают неударственные. Депутат Сергей Кривоносов, а неударственные ситуации на всех уровнях власти. Особое значение, я считаю, сегодня для города имеет создание альтернативных дорог, которые позволят разгрузить основную трассу, соединяющую эстакаду Адлер и Сочи. Потому что на аэропорт большая нагрузка, много транзитных пассажиров, которые дальше едут на юг России. Также народный избранник уверен, что курорту нужны дополнительные парковки при въезде в город. По его словам, необходимо увеличивать за нее стоимость для приезжающих. Это позволит разгрузить Центр Сочи. Я считаю, что перехватывающие парковки необходимы и нужно, чтобы в центре города прибордюрные парковки были достаточно высокой стоимости, чтобы не все гости могли приезжать за своих автомобилей в центр города. Иначе произойдет коллапс и передвигаться не сможет никто. Поэтому эта работа под нашим депутатским контролем ведется. В ходе форума обсудили масштабные проекты, которые позволят объединить Азово-Черноморский регион. Об опережающем темпе строительства дорог в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях рассказали представители профильных ведомств этих регионов. Некоторым из них даже повезло встретить на своем пути в Сочи лишь один автомобильный затор. При подъезде к Сочи колоссальные, потрясающие изменения по автодорожной сети. Дорога достаточно комфортная, безопасная, что самое, наверное, важное. Мы ехали со всеми абсолютно в одном потоке. Мы попали только в одну пробку на всей территории. Это уже после Адлера. Это было связано с ремонтно-восстановительными работами, но это неотъемлемо. На форуме более 15 крупнейших российских компаний смогли представить свои инновационные разработки в дорожном строительстве. Совместная задача властей и бизнеса – создание интеллектуальных транспортных систем с длительной гарантией службы и максимальной безопасностью для потока транспорта. Строители начали подготовительные работы по капремонту проблемного участка федеральной трассы, где из-за оползня дорога начинает постепенно разрушаться. Это происходит на северном склоне Мамайского перевала. Федеральные дорожники должны отремонтировать подпорную стену длиной 263 метра, а на противоположной стороне дороги построят два новых инженерных сооружения, которые будут удерживать склон. Их общая протяженность – более 114 метров. Сейчас ведем подготовительные работы для уточнения инженерно-геологических изысканий. Далее мы корректируем, либо оставляем в том виде рабочую документацию и уже начинаем бурить. Сегодня приступили к сборке бурового станка. Мы понимаем, что федеральная трасса, она подходит у нас на въезде в город, с выезда в город, я имею в виду центральное его участие. Поэтому, конечно, у меня большая просьба для того, чтобы мы максимально консолидировались и объект максимально быстро закончим. Для укрепления склона строителям надо будет забурить 104 сваи, которые потом дополнительно свяжут анкерами и серьезно укрепят металлоконструкции. При этом дорожники не намерены водить реверс, несмотря на то, что по этой трассе проходит весь транспортный трафик на территорию Сочи. В пик сезона поток автомобилей достигает 45 тысяч машин. Ну а в режиме три полосы этот участок дороги заработает в октябре 2025 года. Один из участков находится на улице Космической. Это одна из главных дорог в селе. По ней входит общественный транспорт. Здесь же находится школа, чуть выше жилые дома. Вот эта вся грязь, она была вот здесь на дороге. То есть даже пытались почистить как-то сделать, но бессмысленно. Любой дождь, любые какие-то подвижки грунта, она все оказывалась здесь. Сейчас работы начались по подготовке строительной площадки для возведения опорной стены. Сделали дополнительно проход к школе, к шкодную тропу. И отсыпали дорогу подвезную к школе дополнительно. Строители уже завезли необходимые материалы, пригнали технику и приступили к подготовительным работам. На этом участке будут построены сразу две подпорные стены. Глава Сочи Андрей Прошунин поручил своему заместителю Вячеславу Бауэру следить за сроками и качеством выполнения работ подрядчикам. Да, это непосредственно здесь будет. Получается длиной 240 метров, 20 трубосвай. И для того, чтобы в целом удержать вот этот склон, планируется еще подпорная стена 2, 120 метров, 12 трубосвай. И для того, чтобы уберечь склон от переувлажнения, получается, здесь запланировали водоотводные канавы по сбору воды. Другой оползневый участок – это часть правого и левого берегов реки Западный Догомыс, где во время залповых дождей было размыто берегу крепления. Это около 350 метров. Подрядная организация уже приступила к забуриванию свай, которые и будут удерживать речные склоны от размытия. Андрей Прошунин поручил директору департамента строительства Азамату Блишеву использовать только высококачественный бетон российского производства, а другому своему заместителю, Вадиму Снегиреву, контролировать оползневую ситуацию в селе до окончания всех работ. Предполагается, свай, соответственно, над сваями будет стена протяженностью 150 метров. На протяжении 150 метров мы ставим сколько свай? 177. 177 свай, а потом заливаем его монолитом. Геонезию делали только на этом участке, но если здесь стенку сделают, там дальше не должно быть проблем. Ну мы вот этот участок весь защищаем. Для работы строители перенесли все действующие инженерные сети, после чего уже забили 46 свай. Завершить береговое укрепление планируется в декабре этого года. Водовод пройдет от резервуаров «Чайфабрика» до границ Адлерского внутригородского района по улицам Голубые Дали, Изумрудной, Орбитовской, Верхнеизвестинской, Известинской и Ленина. Трубопровод протяженностью 5 километров заменит старую изношенную ветку 60-х годов прошлого века. Работы займут чуть больше года. И эффект в своих домах ощутят более 230 тысяч жителей сразу трех районов. Адлерского, Хостинского и Центрального. И это лишь один из проектов масштабных программ развития водоснабжения и водоотведения, которые благодаря поддержке президента России и губернатора Краснодарского края в ближайшие годы значительно улучшат экологическую ситуацию во всем городе. Сказал мэр города Андрей Прошунин. Работы по улучшению качества водоснабжения и создание резерва мощности в пик курортного сезона на участке чайфабрики планируют завершить в четвертом квартале 2026 года. Кроме того, в Сочи в 2025 году по федеральной программе комплексного развития будет построен 81 километр сетей водоснабжения и водоотведения. По региональной программе до 2027 года проведут модернизацию и усиление мощностей шести действующих и построят один новый комплекс очистных сооружений. В Сочи готовится к зимнему сезону. На газораспределительной сети 12 сентября провели профилактические работы. В связи с этим на улицах Центрального и Хостинского районов будет отсутствовать горячая вода, пока система полностью не загрузится. На это может уйти около восьми суток. Специалисты газовых служб приложат все усилия, чтобы максимально сократить указанные сроки. Вопрос с парковочным пространством на курорте стоит остро. Для автомобилистов эта тема актуальна и важна. Владельцы машин задаются вопросом, будет ли альтернатива. Так, множество обращений по данной теме поступило в администрацию курорта. Там сказали, что льготные абонементы могут появиться на территории города. На сегодняшний день практически все парковочное пространство в Сочи стало платным. За парковку на улицах Роц и Воровского плата взимается с 5 августа. Неплательщики получают штрафы. Льгота на парковку есть у нескольких категорий граждан. Среди них инвалиды, многодетные семьи. По новым правилам, автомобиль, зарегистрированный на родителя или опекуна многодетной семьи, может пользоваться правом бесплатной парковки на платной стоянке. Единственный нюанс – не более трех часов. Оплатить парковку можно несколькими способами. На сайте parkingsochi.ru через личный кабинет, воспользовавшись мобильным приложением Ruparking, через Сбербанк онлайн или банкомат Сбербанка, или через СМС на номер 7878. За парковку транспортного средства без оплаты автовладельцу грозит штраф 3000 рублей. Деньги нужно внести в течение первых 15 минут с момента въезда в зону парковки. Необходимо указать госномер транспортного средства, номер парковочной зоны и временной промежуток, на который планируется оставить машину. При этом возможно как продлить время парковки, так и досрочно ее прекратить. Один из них накануне прошел в центральном районе, начали с электрического переулка. Рейд совместный, участвуют сотрудники госавтоинспекции, департамента транспорта и дорожного хозяйства. В первую очередь внимание к дорогам, по которым ездит общественный транспорт. Особенно в центре курорта, а еще в центре Адлера и Хосты. Из-за незаконно припаркованных машин автобусам практически невозможно подъехать к остановкам, высадить и забрать пассажиров. Транспортные средства, которые припаркованы хаотично на проезжей части и в нарушении правил дорожного движения, будут задержаны и эвакуированы на специальную стоянку. С учетом платного парковочного пространства гораздо дешевле оплатить за стоянку транспортного средства, нежели потом необходимо будет оплатить административный штраф в соответствии с краевым законодательством. Он составляет 3000 рублей. Платные парковочные места расположены буквально в нескольких метрах от того места, с которого было эвакуировано несколько машин. Это делается тогда, когда водитель отсутствует. Если он на месте, составляется административный протокол. Во время рейда было эвакуировано 13 автомобилей, а за три месяца более 950 машин, 106 мопедов и 16 мотоциклов. Новый тип дорожной разметки появился на автодороге А148 «Дублер» Курортного проспекта. В тоннелях номер 3 и 4 нанесли так называемые «шевроны» – знаки безопасной дистанции. Такая разметка помогает контролировать расстояние до движущегося впереди транспортного средства. Если водитель во время движения видит не менее двух «шевронов», то дистанция выбрана верно. Помимо этого, в тоннелях нанесли сплошную осевую разметку, которая при наезде создает тактильные и шумовые эффекты. Напомню, пересечения сплошной линии и обгон в тоннелях запрещены. В поселке Дагомыс возле остановки Нижняя Шаумяновка загорелся автобус. Пламя в считанные минуты объяло весь транспорт и очень быстро его уничтожило. В момент происшествия в салоне находился лишь водитель. Он успел его покинуть. Причины пожара устанавливаются. Машина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с большегрузом. Авария произошла в Лазаревском районе. В результате ДТП водители-пассажир легкового автомобиля погибли. Еще два пассажира госпитализированы. По данному факту проводится проверка. В селе Шиловка произошла авария с участием одного автомобиля. Машина съехала в канаву. От удара из транспортного средства вылетел двигатель. О пострадавших не сообщается. Каршеринг влетел в экскаватор. Авария произошла в тоннеле в районе Янафабрицу со стороны Адлера. По словам очевидцев, водитель арендованного автомобиля торопился доехать до места назначения и не смог затормозить перед медленно движущейся спецтехникой. О пострадавших пока неизвестно. В Сочи легковушка сбила скутериста. На этот раз авария произошла в Дагомысе на улице Армавирской около санатория Дружба. По словам очевидцев, за рулем иномарки находилась женщина. Она выехала со второстепенной дороги и не уступила скутеристу. От мощного удара двухколесный транспорт перелетел на другую сторону дороги. Водителю потребовалась помощь медиков. Его без сознания увезли на скорой помощи. На эстонской водитель каршеринга влетел на тротуар, где сбил двух девушек-пешеходов. Пострадавших увезли на скорой. На пешеходном переходе сбили женщину на самокате. Авария произошла на съезде с дублера на пересечении с улицы Гагарина. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. В Адлерском районе на улице Мира автомобиль сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Мужчина скончался до приезда скорой помощи. Сочинские сотрудники уголовного розыска задержали афериста-страховщика. 34-летний житель Омска с целью незаконного заработка разместил на сайте бесплатных объявлений информацию о возможности оформить у него полис ОСАГО. На уловку попался сочинец, который, связавшись с автором публикации, обговорил все условия и перевел на банковскую карту оплату 17 тысяч рублей. Когда обманутый мужчина понял, что страховку не получит, сообщил о произошедшем в полицию. Вызбуждено уголовное дело. В квартире 36-летнего местного жителя полицейские нашли два парника, в которых он выращивал коноплю, упаковочный материал, пакетик с амфетамином и спрессованные свертки с марихуаной и гашишем. Общая масса изъятого составила около 840 граммов. Установлено, что наркотики мужчина изготавливал с целью сбыта. Возбуждено уголовное дело. В Сочи группа из четырех туристов, среди которых был 7-летний ребенок, потерялась во время прогулки в лесу. Спасатели обнаружили потерявшуюся группу. В условиях труднопроходимого участка тропы им удалось принести ребенка и вывести всю группу из леса к домам. Медицинская помощь никому из туристов не потребовалась. В Адлерском районе Сочи мужчина верхом на коне заехал в заведение и напугал посетителей. После всадник поспешил к выходу, но на улице его уже ждали сотрудники полиции. Мужчину задержали. Решение деликатных проблем интимной сферы в клинике Зельцер Мед. Уролог, проктолог и гинеколог всегда предложат наилучший вариант лечения с традиционным качеством, используя самые современные технологии. За здоровьем в Зельцер Мед. С 20 по 21 сентября состоится выставка бассейновой индустрии «Пулпрофи». Будут представлены все типы бассейнов, водные аттракционы и идеи для глэмпинга. 20-21 сентября. Туапсе. Регистрация посетителей на сайте pullprofi.ru. 8-918-105-0704. Лечим геморрой любой степени сложности. Клиника Ура-Про. 300-04-79. Переводы в Армению в один миг. В приложении Фора Банка. Просто по номеру телефона. До миллиона рублей. Фора Банк. Ваш банк выгодных переводов в Армению. Автальмоцентр Коновалова, Сочи. Весь спектр автальмологической помощи на мировом уровне. Диагностическое, хирургическое и детское отделение. Удаление катаракты по фиксированной цене. Лазерная коррекция зрения. Оперирует и консультирует профессор Коновалов. Московская, 22А. Профессиональная диагностика и лечение женских проблем. Клиника Ура-Про. Рекламное агентство «Макс Медиа». Делаем рекламу, которая работает. Комплексно. Выгодно. Профессионально. Рекламное агентство «Макс Медиа». Спонсор программы «Время новостей» Сочи – «Открытый институт». Приглашаем получить высшее образование с отсрочкой оплаты обучения. Ветеранам боевых действий – бесплатно. Открытый институт аккредитован, и его дипломы подходят в том числе для госслужбы. Приглашаем на обучение с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление в любое время года. Свободный график обучения. Оплата после итоговой государственной аттестации. Наш сайт openvuz.org. Получить транспортную карту школьника и студента можно в любом удобном пункте выдачи. Со списком можно ознакомиться на официальном сайте транспортной системы в разделе «Навигация». Детям до 14 лет обязательное присутствие родителей. Необходимо предоставить справку о том, что ребенок является учеником учебного заведения и свидетельство о рождении. А вот после 14-ти дополнительно необходимо иметь при себе паспорт. Для получения транспортной карты студента нужен паспорт и справка из учебного заведения. Стоимость подключения или активации транспортной карты составляет 100 рублей. Транспортная карта школьника и студента предоставляет скидку 50% из расчета 50 поездок на один календарный месяц на маршрутах по регулируемому тарифу. Также скидка предоставляется на 10 маршрутах по нерегулируемому тарифу. За подробной информацией о приобретении и использовании транспортных карт сочинцы могут обратиться на горячую линию оператора транспортной системы города. Номер на ваших экранах. Выносливость и внутреннее спокойствие – это главные качества, которыми должен обладать сотрудник службы спасения. В этом признаются сами спасатели. Неизвестно, какая опасная ситуация ждет их сегодня. Но каждый рабочий день они начинают по установленному распорядку. Будни спасателя. Ничего такого выдающегося нет. Люди заступают на смену, принимают, соответственно, смену, проверяют наличие и исправность оборудования техники, соответственно, чтобы потом выполнять достойную работу. Кроме подготовки идет отработка определенных навыков. На постоянной основе отряды МКУ службы спасения города Сочи принимают участие в командно-штабных учениях. В этом месяце у нас будет совместное учение в аэропорту на отработке задач в случае крушения воздушного судна. У нас это проводится регулярно. Мы несколько раз в год с аэропортом это делаем. Там все по-взрослому. Пожар все горит. Мы там бегаем, помогаем, эвакуируем в самолете. Каждое учение, вы знаете, у нас тоже растет мастерство. Если мы начинали в учениях, что мы где-то там на подхвате были, сейчас мы довольно серьезные отработаем. Это эвакуация пострадавших с высоты 20-30 метров, при необходимости применения спелеотехники и многое другое. На учениях используется настоящее снаряжение, которое помогает спасателям в реальной жизни. Но не всегда сценарий получается предугадать. В экстренной ситуации спасателям нужно действовать слаженно, четко и быстро, ведь от них зависят здоровье и жизнь пострадавшего. Каждые полгода для личного состава проводятся занятия и сдаются зачеты по горной и альпинистской подготовке, так как нередко приходится помогать людям, заблудившимся или оступившимся в районах скал и ущелий. В горах развешаны специальные баннеры, и у каждого из них есть свой номер. Благодаря этому пострадавший может позвонить в службу спасения, набрать указанный номер и попросить о помощи. Поисковый отряд без труда найдет человека и сообщит ему необходимое время ожидания. В дежурной смене обычно находится 6-8 человек, не считая оперативного дежурного. Это люди, которые выезжают на вызов. За последнюю неделю августа у отряда было 42 выезда. 19 людям была оказана помощь. И это цифры только за одну неделю. В целом каждый спасатель, он по-своему универсален. Нет определенного конкретного спасателя, который способен выполнять только одну функцию. Они у нас все универсальные. Если говорить о каких-то там итогах, да, или каких-то показателях, за 14 лет, конечно, эта цифра огромная. Но только за 2024 год было спасено более 250 человек, 30 из которых дети. В свой день рождения муниципальная служба спасения города вновь помогает пострадавшим, как это было 14 лет назад. Для них лучший подарок в этот день – видеть счастливые лица тех, кому получилось помочь. Это бывает не всегда легко, как может казаться на первый взгляд. Но когда удается справиться с ситуацией и спасти чью-то жизнь, это дорогого стоит. Валерия Асача, Дмитрий Петри, Время новостей. Мы постоянные гости города Сочи. Ну, тем приятнее вам вручить этот сертификат. Постоянные гости данного кластера. Поэтому думаем, что еще раз будем много и много раз приезжать. Снежана и Владимир Тюлины – москвичи. Они уже неоднократно бывали на курорте. Супруги признаются, что до сих пор не верят в такое совпадение – стать шестимиллионными туристами. Цепляют уже с детства. Хотя в Сочи, когда я ездила в детстве и сейчас, это совсем разные вещи. Но все равно, наверное, это любовь какая-то. А когда сейчас каждый раз, когда приезжаешь и смотришь, как все это меняется, насколько лучше становится. И плюс вот новая локация, не только сами Сочи, центральная здесь. То есть на любой вкус. Плюс еще Красная Поляна. У нас уже зимой забронировано, уже тоже не первый раз. В бархатный сезон гостей в Сочи принимают 170 крупных гостиничных комплексов и баз отдыха, более 2000 малых отелей и индивидуальных средств размещения. На курорте работает 56 санаториев и пансионатов с лечебной базой. В городской администрации подчеркивают, что для Сочи важен каждый гость курорта. К нам сейчас едет вся страна. Надеюсь, что наши ближние зарубежья, наши партнеры, наши союзники, наши друзья тоже сюда приезжают. Для нас, конечно, важен каждый турист. Каждый турист, потому что это впечатление, это оздоровление, это хорошее настроение, это в целом здоровье нации. По-прежнему открыты 170 благоустроенных пляжей. Свои услуги гостям и жителям города предлагают более 2000 объектов общественного питания. И каждый год их число стремительно растет. Мы видим по аналитике, по оценкам, по ательерам. Вот сейчас уже в сентябре месяце, на сентябре, бархатный сезон, порядка 80% только в горном кластере уже забронированы номера. На октябрь 75% в районе 73%. То есть это так называемый предновогодний сезон, который всегда считался низким. В Сочи с сентября по ноябрь планируется принять порядка полутора миллионов гостей. А по итогам нынешнего года курорт готовится побить свой собственный рекорд и встретить восьмимиллионного туриста. Так, в 2020-2021 годах удалённо работали до 30% сотрудников, а сейчас это чуть больше 1%. Это статистика по стране. А как обстоят дела на курорте и есть ли будущее у удалёнки, по мнению сочинцев, узнала наша съёмочная группа. Сейчас очень многие предпочитают удалённую, чем офисную работу. Как бы вы хотели работать сами? Ну, конечно, удалённо, когда ты ни от кого не зависишь. Хотел бы в офисе работать. А как вы считаете, за удалёнкой есть будущее? Хорошо ли это или плохо? Да, но она показала себя хорошим делом в 2020 году, когда был коронавирус таким образом. Поэтому я думаю, сейчас многие фирмы перешли на удалёнку. Невозможно ответить. Время покажется. А как вы бы хотели сами работать? Ну, чтобы просто деньги падали с неба. Я считаю, что нет. Удалёнка это всё же таки не то. Нет, да. Лучше так работать. Как мы раньше работали. Удалёнка, она уходит в прошлое. И нужно, ну, мы как руководители, видеть всё-таки, как наши подчинённые работают по факту. Соответственно, некоторые компании действительно ещё остаются на удалёнке. Почему им удобно не платить за аренду где-то, значит, в то же время производительность труда падает. В удалёнке сейчас много всяких разновидностей. Можно работать из дома, всякие зоны кворкинга. И вообще можно сидя в машине даже работать. Это очень удобно. Чаще всего онлайн работают IT-специалисты. Это каждый восьмой сотрудник. Формат используют в научно-технической сфере, в финансах и недвижимости, в административной работе. Где почти нет работающих удалённо, так это в сельском хозяйстве. Как отмечают аналитики, слабое по международным меркам распространение дистанционного формата в России может быть связано с тем, что многие руководители плохо понимают, как управлять сотрудниками, которые работают из дома. А нежелание компании использовать такой формат может усугублять кадровый кризис. Сегодняшняя наша выставка, не зря она называется так, именно «История Сочи, застывшая в глине и в камне». То есть мы берём очень большой отрезок времени. С помощью экспонатов гостей познакомили с историей строительства самых разнообразных сооружений на территории курорта. Начиная от древних погребальных комплексов эпохи бронзы, дольменов и заканчивая объектами олимпийской инфраструктуры. Гости выставки уверены, такие события нужны всем – и взрослым, и подрастающему поколению. Очень большое значение работе именно сочинского музея истории, как собирателя истории, как пропагандиста истории и патриотики уделяет глава города Сочи Андрей Георгиевич Прошунин. И мы надеемся, что этот интерес будет расти, и наше сотрудничество с каждым днём будет крепче и крепче. История «В глине и в камне» рассказывает о том, как строился Сочи, кто его строил, какие люди, как он выглядел в разные годы, какие проекты были реализованы. Причём это было с древнейших времён, вплоть до настоящего времени. Мы все свидетели преобразования нашего города. Это надо знать, каков он был, какой он стал, и, конечно, от нас зависит, какой он будет будущим. Главным событием как для музея истории, так и для всех присутствующих стала передача раритетного рисунка неизвестного художника «Вид форта Головинского», датирована 1849 годом. На бумаге изображён форт Головинский, он же посёлок Головинка в устье реки Шахе, у побережья Чёрного моря. Я увидел случайно, что на аукционе представлен такой рисунок, и, соответственно, у меня появилось желание его приобрести и подарить городу Сочи. Когда было сделано заключение, причём сделано заключение профессором, руководителем экспертного совета, потом это экспертное заключение прошло достаточно большую, большую такую экспертизу, соответственно, в Третьяковской галерее. Ну, конечно, мне стало очевидно, что этот рисунок должен однозначно храниться в музее истории города Сочи. По словам гостей экспозиции, подобные жесты говорят о любви городу Сочи. Это настоящие патриоты города Сочи. Потому что купить с аукциона картину о Сочи 1849 года и принести в дар музею – это дорогого стоит. Игорь Осич Кусынок, наш большой друг, член Сочинского делового клуба, я считаю, что сочинцы должны брать пример. Добавлю, выставку «История Сочи в глине и камне» могут посетить все желающие. Она продлится до конца 2024 года. Сочи Джаз Фестивал – это настоящая палитра ярких эмоций, которые окрашивают каждый аккорд. В этой музыке растворяешься и будто теряешь счет времени. Музыкант джаза, когда идет импровизация, у него нет написанных нот. Когда он играет написанные ноты, ему надо сыграть точно эти ноты. Поэтому, может, он думает, что их надо сыграть. Дальше у него фантазия. Те, кто решил связать себя с музыкой, эмоциональные люди, в принципе, потому что они получили сначала, у них возникли эмоции от прослушивания музыки, и настолько на них повлияло, что они эти же эмоции хотят вернуть, хотят поделиться этими эмоциями. Для народного артиста России Алексея Гуськова это уже не первая совместная работа с Игорем Бутманом. Несколько лет назад на театральной сцене был показан камерный спектакль «Онегин блюз». В этом году артисты представили музыкально-театральный перформанс в сопровождении Московского джазового оркестра. По словам актёра, всегда интересен сам процесс создания композиции, той, которую потом услышит зритель. Музыка, она всегда даёт своё настроение, но в целом такая маленькая поправка, что у Утёсова в период его славы, вот именно такая была музыка. А потом, когда джаз считалось это не народным искусством, или чем-то был идеологический вектор, но было другое произведение написано. Это очень вызывает большие ассоциации. В Сочи по поручению главы города подготовлен план культурных мероприятий на парковный сезон и джазовый фестиваль «Сочи Джаз Фестивал» – одно из самых ярких событий. Он включит в себя не только концертную, но и насыщенную образовательную программу для сочинской молодёжи. Очень красиво, когда приезжают такие важные люди в эту культуру, чтобы обязательно встречались с молодёжью, где можно начать потёк, вдохновение и развиваться. Фестиваль проходит каждый год, потому что на протяжении 15 лет это показывает о стабильности не только выбора сочинцев, но и, наверное, о том, что это направление музыкальное очень востребовано. 2024 год – юбилейный для фестиваля. Зрителей ждёт яркий праздник музыки. 13 сентября на сцене Зимнего театра выступит Мария Мирабова, 14 – Евгений Маргулис. 15 сентября в концертном зале «Фестивальный» состоится закрытие фестиваля, специальными гостями которого станут Дмитрий Маликов с программой «Пьяно, мания, джаз» и квинтет Сергея Мазаева. Валерия Асачия, Дмитрий Петри, Арарат Базинян. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова